Радио 54 Первое. Областное радио. Нам надо просто понимать, как он вообще складывается. То есть, вот то, что я уже начинала говорить до рекламы. То есть, автор блога, блогер, он должен воспринимать информацию, делясь сам какой-то информацией. То есть, это должен быть двойственный процесс такой. И причём этот двойственный процесс, он может быть и разным. То есть, можно воспринимать как что-то, нечто чужое. То есть, да, я послушал, хорошо, а вот послушайте, вот моё, например. Или, как здорово, давайте я это попробую, а вот попробуйте моё. То есть, уже идёт такое взаимопроникновение, то есть, какая-то конвергенция такая. И есть, например, такое взаимодействие, когда, в принципе, стираются любые границы. Межкультурный диалог, например, в межнациональных семьях. Когда мы уже говорим, что там он обрусел, или она там совсем армянкой стала, да. Вот. Вот. Навряд ли, конечно, будет у блогеров во время блог-тура вот такой межкультурный диалог, но он возможен, если блогер специализируется на определённой какой-то тематике. Есть у меня пара таких примеров, которые, вот, например, Виталий Штыбин, он живёт в Краснодарском крае, и он про адыгов пишет. И настолько он проникся вот именно этим народом, что он и говорит по-адгейски, и, значит, всё может рассказать, то есть, глубоко знает историю. То есть, у него этнографика, по-моему, как-то вот так вот называется блог. Сейчас очень популярно стало и у блогеров в плане продвижения делать на разных площадках свои какие-то… вот свой блог размещать и оппозицировать на разных площадках. Поэтому его можно и в Дзене встретить, и в Инстаграме, и он очень… Видеоформат будет. Ну, формат немножечко будет отличаться из-за себя, собственно. Да, и вот разные вот такие вот межкультурные диалоги возможны. И мы сегодня, на самом деле, ну, в рамках трёх часов этого всего, ну, только по верхам можно рассмотреть. Моя задача – заинтересовать ребят. Да, то есть, если это будет интересно, мы готовы дальше работать, сотрудничать и продвигать, и давать им возможность вести этот межкультурный диалог. Ведь, на самом деле, вот у меня ещё есть личный проект, вот тот самый магистерский проект, который выливается в диссертацию. Он называется «Тревел-диссертация». Вот, поскольку мы про студенчество, да, сегодня. «Тревел-диссертация» как раз и будет держать на контроле, что называется, в своём взгляде, вот этих самых авторов новых медиа, вот этих блогеров, с которыми я познакомлюсь сегодня в Новосибирске. На следующей неделе у меня знакомство в Томске, и точно такой же семинар пройдёт у нас в Москве 14-15 февраля. Это первые три семинара, которые, я надеюсь, из серии, серии таких семинаров. И, насколько мы понимаем, вот участники этих семинаров, ну, какие-то отличившиеся, да, вот поедут в те самые блок-туры, о которых мы говорили в первой части. Да, да, обязательно поедут и будут участвовать. И ещё раз повторю, то есть наша задача – давать им такую возможность, предоставлять такие шансы, то есть реализовать и пробовать, и вести этот межкультурный диалог в русскоязычной блогосфере.